Какие вопросы, актуальные вопросы на сегодняшнем рынке труда возникают и каковы способы их решения? Первое, наиболее часто бросающееся в глаза, даже при общении с руководителями компаний, это нехватка профессиональных кадров. Профессиональная нехватка кадров это, можно сказать, коллапс. Это та проблема, которая возникает между сегодняшней системой образования и сегодняшними требованиями в состоянии компаний. Если компании предлагают работу для опытных специалистов, хотят взять специалиста, который принесет пользу для компании, то университеты, с другой стороны, выпускают специалистов, которые не выполняют требования. То есть они не выпускают специалистов, которые могут выполнять эту обязанность уже сейчас. Этот большой контраст создает такой коллапс. С одной стороны, очень большой уровень безработицы, а с другой стороны, очень большая потребность в профессиональных кадрах. Как же быть в этой ситуации? Классические модели рекрутинга, которые наиболее популярны во всех компаниях, то есть вопрос трудоустройства, начинаются с банальных вещей, то есть дать объявление, где написано требование к должности и так далее. Но они сейчас себя не оправдывают. Во всяком случае, во многих компаниях это вопрос больших затрат во времени, больших затрат в трудовых ресурсах. И не часто они находят тех специалистов, которые им нужны. Какой же является там способ решения проблемы? Тот же самый банальный способ, известный уже давно, но малопрактикуемый. Должен быть человек, который может создать систему карьерного развития, создать параллельно этой системе, дополняющую систему материальной и нематериальной мотивации, которая бы поддерживалась также системой обучения и развития персонала, внутрикорпоративного обучения. И лишь только тогда они все в комплексе будут эффективно работать. Что это даст? Вы не сможете сделать так, чтобы количество профессиональных специалистов на небольшом регионе стало за очень короткое время очень большой. Это требует достаточно много времени и комплексного подхода, как со стороны правительства, так и со стороны системы образования. Но вы сможете сделать то, что будет полезно для вашей компании. Вы сможете создать систему, которая привлечет к вам самых передовых, самых опытных, самых лучших специалистов. И это удовлетворит потребности вашей компании. Вот те специалисты, которые понимают, что это очень важный инструмент, это очень важные механизмы, это важные функции, они акцентируют внимание именно на этих функциях, чтобы для того, чтобы в первую очередь свою карьеру построить правильно. HR-специалисты – это те люди в современном понимании, которые прежде всего умеют строить свою карьеру правильно, перспективно, быстро. Давайте посмотрим, как это выглядит в некоторых компаниях. Например, большинство людей знает, что есть такие межконтинентальные компании. Отличительной функции HR в межконтинентальных компаниях и локальных компаниях, например, в азербайджанских банках или в страховых компаниях, такой резкой отличительной функции даже нет. Поэтому любой человек, который имел опыт управления персоналом непосредственно в Азербайджане, в каких-нибудь местных компаниях и внедрял уже эти механизмы, видел их на опыте результативность, в дальнейшем он имеет реальные возможности трудоустроиться и в западных компаниях, и в международных компаниях. К сожалению, этого не дают другие сферы. Кроме HR, очень мало сфер, в которых есть такая возможность. Когда спрашивают, в какой сфере есть возможность для того, чтобы человек развивался и мог с этим образованием даже за рубежом быть принятым как специалист, я могу смело сказать, это сфера управления человеческими ресурсами. Потому что, например, медицинское образование такого способа не дает. Оно более громоздкое, оно более объемное, потраченное многим лет, 7-10 лет, а сейчас даже больше, люди времени тратят на то, чтобы закончить медицинский университет, получить диплом врача, соответственно, повышать свою компетенцию год за годом. Но несмотря на это, даже вот в ближайшей к нам Турции, наверняка кто-то уже знает, есть такой экзамен, конкретный, очень сложный экзамен. Это называется ТУЗ, ТЭП Узманны Ксановы. Для того, чтобы человек просто получил разрешение на трудовую деятельность, то есть он мог работать врачом в Турции, он должен сдать этот экзамен, который включает в себя все знания, и по требованию Турции это очень высокий уровень требований. Большинство людей не проходят даже этот экзамен, и поэтому они не могут получить разрешение, чтобы работать как врач в той же самой Турции. В России еще сложнее работать, вот с нашим образованием, потому что российское образование в сфере медицины намного выше по уровню практической подготовки, интеллектуальной и даже технической. Поэтому, когда врач, который завершил свое образование в Азербайджане, несмотря на то, что его диплом позволяет работать в России как врачу, но реально возможности трудоустройства ограничиваются не только возможностями рынка, но и ограничиваются тем профессиональным багажом, который человек взял с собой отсюда. Что же касается других стран, тут вообще говорить не стоит, потому что в Канаде, в Соединенных Штатах, в Европе, практически ни в одной серьезной там развитой стране, демократической стране подготовка специалистов этого уровня просто не годится. То есть она просто не подходит, и вы не получите разрешение на трудовую деятельность. HR-сфера этим сильно отличается. Редактор субтитров А.Семкин